Так как я гостей сегодня жду, ну я весь день дома, я как бы готовилась, так скажем, и вот я занялась дизайном. Ой, солнце очки не одело. Я занялась дизайном, я хотела купить живые цветы, а потом думаю, ну я куплю, и я опять на этот бэк-ярд не буду выходить до следующих гостей. И цветы эти у меня завянут, и вообще здесь у нас на бэк-ярд... Конечно, вот этот зонтик, он поднимается, все у нас от солнца, но по уму нужно здесь сделать вот такой вот навес огромный, ну вот как у соседей, допустим, вот такой. Но я хочу открытый, я не хочу закрытый. Вот он вот здесь должен стоять, здесь и здесь вот занимать вот это вот, вот это вот пространство, вот это. Вот так вот, все. И тогда солнце не будет попадать нам в комнату, вот сюда. Потому что мы, пока солнце не уходит, у нас всегда закрыты жалюзи. И это в дальнейшем планы. Вот я сейчас вышла на огород, просто рассказываю вам об этих планах, потому что сегодня у меня вот бэк-ярд. И я сегодня увлечена этим. И стоят вот такие, я вчера смотрела, 1600 долларов. Можно даже за 500 долларов купить. Но я не знаю, от ветра они устойчивые нет, потому что в основном, конечно, делают очень их капитальные. Ну вот я где была в домах, как-то я не видела, чтобы просто вот, ну как знаете, навесы такие металлические. Просто трубки обычно из дерева с такого, они там привернуты, привинчены, этим залиты бетоном. Вот, и поэтому, видимо, здесь надо тоже это все капитально делать. Планы, планы. Вот видите, вышла на бэк-ярд, и опять у меня планы тут начали всякие развиваться. Ладно, пойду на кухню салат делать. Там у меня тоже планы. Ну вот такой вот получился салат. Красивый летний. Просто красавец. Свежий. Объединяя. А, Наташ, все, я смотрю вас со второго этажа, все нормально, вы подъехали. Я тут занята? Да. И это, подойдете к двери, она у нас на автомате просто open door, говорите, она откроется сама. Ну давай. Угу. Сейчас подойдут, будут гореть open door. Тут идут, красавицы. А зачем-то open door, говорю. Я думаю, что мы ищем, и помните. И помните, помните. Она нам помогает. Я думаю, съест или не съест open door. А так мне скажем, open door. Имя всем подседует. Давайте, тут все вообще не снимается. Привет, дорогая. Ну дура. Я из него думаю, когда ты будешь говорить open door. Я же ведь поверила. Конечно. Так, девочки. Иду и говорю, оп, отдох, встань, избушка ко мне передом, к лесу, задом. А Наташа, что ты еще говоришь, ничего себе, у вас техника, да, вроде только сказать и все. А что все хорошей и хорошей? А вы что, все хорошей и хорошей? У меня в одном доме нет номеров, мы тут ездили. Да ты что, кстати, точно, да, нету. Включила? Конечно, включила, можете идти. Вот мои девочки, мы приехали к Оленьке в красивый дом, на котором нет номера. Слушай, правда номера-то ведь нет. Номера нет вообще. Это моя машина, на которой мы приехали с Гузаль. Голоса нет, но все равно весело нам. Сейчас мы поедем погуляем. Оля нам покажет петолому. Я захотела купить себе шляпу. Сейчас поедем в магазин купить шляпку. Смотри, я что-то покажу тебе. Чего ты мне покажешь? Это я на фли-маркете купила, магазин мой в Екатеринбурге. Что это? Это от настоящего Кабелка. Звонок. Нема, это вот Сан-Франциско. Кабелкар. Ну да. Правильно-то как говорить? 1984, реновейшн. И это натуральное от... Она у нас еще антиквар собирает, к тому же. Такой вот красивенький дом Оли. Он такой вот двухэтажный. А там вот коричневый дом. Мы думали сначала это коричневый. ОПЕНДОР, ОПЕНДОР! ОПЕНДОР! Она говорит ОПЕНДОР! 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 Мы еще ее... ОПЕНДОР! Мы ее уже в машину не пускаем. Она отомстила. А что, не сработала что ли ОПЕНДОР? Нет. Надо же она меня так нае. Говорит, скажи ОПЕНДОР, она и откроется. Я иду и кричу ОПЕНДОР. Боже мой. Я ведь не сказала, скажи, повернись-ка мне избушка передом Аклису задом. Я бы ей это сказала. Так, едем оглядывать окрестности Петолом. Это едет известный блогер Аша. Известный блогер. Я уже как лицо Абхазской национальности говорю. Известный блогерша. Опять же, голос у меня садится. Вы меня извиняйте. Но она едет, посмотрите, в шляпе коуч. И вот это вот у нас фишка сегодняшнего дня. Шляпа коуч. И Наташа тоже захотела купить себе шляпу. Да, точно. Коуч, конечно, я не куплю. Но, может, куплю ассистент оф коуч. Кстати, я знаю, где Кельвин Плянь. Вот тебе не нравятся шляпки? Ты понимаешь, мне надо выбрать по форме, а не по фирме. Ну, все, мы сейчас заедем в Тиджи Макс, если там не будет, мы поедем в Роуз, в Петалуми, и у тебя будет подарок от... Конечно. Ну, подарок я не знаю, но память будет. Подарить мне никто не подарит. Ну, я тебе могу подарить. Нет, нет, нет. Вот у нас Шихереза, да? Извиняем. Ты уже забыла, за что, извиняю. За что? За голос. А, так ну, что сделаешь с голосом? Все, я хочу... Ольга, вообще у меня кашель такой начинается. Да ты что, сегодня в этой сауне посидишь? У меня Аня... Нет, ну, если ты думаешь, то я не поужа сам, ты снизиться будет. Автом нормально. Она у меня лежит уже второй год. Я много привезла, я вам дам. Так, девочки, мы едем, едем, едем в далекие края, то есть в Петалуму. Ну, и вот мы едем по даунтауну Петалума. Да, Петалума? Ходить не будем, да? Нет, не будем. Потому что мы уже это все видим. Мы просто едем с Гузаль и любуемся на даунтаун. Он хоть маленький, но и очень уютненький. И Оля тоже его, говорит, сто раз снимала уже, поэтому едем и смотрим. Повторяется. Да. А у вас тоже в даунтауне много вот этих вот антик-магазинов? Антик-магазинов? Антик? Да. Наверное, да, но я в них не хожу. А, да? Я просто ведь тоже не знала об этом. А, кажется, во всех городках, вот именно в центре сосредоточены вот эти антик-сторы. Угу. Не знаю. Такие вещички такие продают старые. Послушай, а это что у тебя такое? Боже. Так что же я... Пушка моя, вот. Так. Ха-ха. Точно, смотри, как классно мы едем. Как-то фотик-то нормальный. Сейчас еще разрешение мы сделали. Наташа же мне разрешение. Я Оле настроила качество. Теперь качество будет 10.80, товарищи, не 480. Оле будет новая волна видео теперь. Хорошая. А можно вот так взять, и нас вообще будет втроем видно. Михаил, мы передаем привет пламенной из Петалума. Мне так приятно было видео, смотри, когда Михаил рассказывал о Петалуме. Михаил Портнов, вам привет. От девочек. От девчонок. От девочек из Флориды, из Петалумы, из Маунтин-Вью. Откуда угодно. Мы тут отдыхаем и всегда думаем о вас. Да ладно, она уже тут загнула. Да, мы разговаривали только что. Она загнула, что мы думаем о вас всегда, но мы думаем иногда. Загнула. Я спрашиваю, а как дела у Михаила Портнова? Конечно. Спросила, спросила. И я ответила, что у него все отлично. Да. Ну все. Ну все, всем пока, всем привет и всем блогерам привет. Да. Ну это еще не вечер. Мы еще только начинаем. Мы сейчас два прощаемся. Вот мы приехали с девочками в магазин Ти Джи Макс. Это самый любимый магазин всех дружб и народов. Да, мой вообще. И мой. Что мы хотим сделать? Я хочу купить шляпу из Петалумы здесь. Может быть она такая же, как и в Маунтинге, и в Орландо. Потому что Ти Джи Макс и в Африке Ти Джи Макс. Но мне хочется вот купить шляпу и быть как Оля в шляпе. И ты будешь всегда знать, что это шляпа из Петалумы. Правильно. Да, потому что она из Петалума купляет. Так что вот идем. Я видела, что много шляп. Так, ищем фасон. До этого померила не очень. А вот эта вот, она и пляжная. Понимаешь, ты можешь в ней и на пляж ходить. И вот так по городу летом. Тебе хорошо. Ух ты! Классно. Хорошо? Так, а еще? Посмотрите-ка, что у нас на каких каблучках ходит. Настоящая женщина. Настоящая. Нет, вот эта похуже уже. Угу. Слушай, надо же. Вот, видимо, где поля поменьше. Так, я какие-то очки тут померила. Майкл Корс. Во. Я сейчас тебе запросто помогу. Ольга-то у нас высокая. Я уже высокая. Ой, блин. Нет. Да, и то. Да, вот это вот тебе будет хорошо сражение. Ой. Ой. Слушай, какая красивая. Получилась. А это кто? Это Винска Мута. О, да ты что? Это же вообще дорогущий бренд. Ой, ты такая. Нет, она прям... Так, Кузаль. Ну-ка. Ты даже что-то не хочешь. Ты посмотри, нет, она прям... Ну, она сильно упала, да. А так Винска Мута-то круто. Да, у нее слишком упало, или закалывать. Так, я все очки-то... Мико Мико Корс. Иди вот. Мы-то? Так, ну-ка, Муташа. Посмотри. Нет? Нет. Надо же тебе розовая как подошла. Давайте Кельвин Клянь мерить. Да вот, давай. Ну-ка. Кстати, вот этот цвет хорошо. Вот это более-менее уже. Более рыжая она, правда? Более-менее. Так, ну-ка. Давай. А это что, не Кельвин Клянь? Вот это, не снимай. Не знаю, посмотри. Так, это нет. Не очень. Вот, может, с розовым. Вот это вот что-то, да, уже. Ну, вот та розовая тебе больше всех подошла, да. Ну-ка, вот еще раз ее померяй. Они такие вообще веселенькие, послушай. Ну, они на лето сейчас же сезон как идет, уже летний. Вот это тоже тебе неплохо. Вот это, слушай, как тебе хорошо. Такая женственная очень. Вот посмотри, у нее эти поля, они не опускаются, держатся. Наташа, вот это, кстати, нормально. Это знаешь почему? Потому что мы подошли мерить, сейчас все подойдут мерить шляпы. Это я уже проверена 150 раз. Вот никого не будет народу, подойдешь и все, все начнут там сразу же это все смотреть. Так, кстати, шляпка. Она крутая, но она безименная, так скажем. Ну, какой-то фирмы с такой. Слушай, красивая какая. Неплохо. Ничего ты в образ-то вошла нормально так. Прикольная, она такая золотистая. Я говорю, вообще необычная. Да, вот эта мне нравится. Вообще, Наташа, она очень даже неплохо. О, сори. Гузаля, ух ты, Гузаль, тебе вот это так хорошо. Просто супер. Просто супер. Причем к этому наряду тебе очень хорошо. Ты такая, знаешь, томная дама. Тебе длинную сигарету еще вот так вот. Вот так вот. Цвет такой. Ну, это тебе как будто молода. Цвет тебе хорошо. Кто умер, пойдемте на похоронах. Кстати, я была на похоронах здесь. И тут женщины в черных шляпах приходят. Конечно. Да. Я так удивилась. Ну, надо постучать. Да. Кто не умер. Это мы так просто сказали. Так, а где здесь цена? 14 долларов, 19 рублей. Да, тебе вот, Гузаль, ты нашла свою шляпу. Горшок. Это я откуда? Из-за шипита, что ли? На елочку-людоедку ты похожа. Нет, это тебе не идет. Не знаю, как даже эта шляпа на моей голове оказалась. Честно говоря. Горшок такой. Так, мы потеряли розовую шляпу. И получается, да, Наташа, ты ее померила. И сразу же она всем понравилась. Ее женщину умыкнула, американка. Тут же, тут же. Женщина подумала, что если она ее купит, она будет похожа на меня. Она же одна была. Конечно, она ее купила сразу. Ой, тоже как хорошо. Зарти это. Тоже вот это, кстати, тебе неплохо. Такой вариант летний. Нет, все это, по-моему, первая самая такая оригинальная для меня. Ну, тоже, да. А где же шляпу-то? Неужели она правда умыкнула? Оля. Ну, я тебе говорю. Она сразу же купила. Как увидела, как она тебе... О, черт. Не умыкнула, да? Шутка не прошла. Да. Газаль, да, хорошо. Те темные газали. Ну, видимо, из-за одежды еще. А что-то она уже мне не нравится. Как же это? Нет, нет, что-то она мне уже не нравится. Было... После нее были лучше. Нам не угодишь, да? Ну-ка. Удобный, нет? Вон, смотри, какая шляпка. Нет, да? Да, кстати. И правда шляпка-то какая-то интересная. Ну-ка помешай. Вот Таша прикольно, кстати. А, кстати, и правда. А, кстати, вообще какая она необычная. С понто. Вообще классная. И она не смотрится, знаешь, такой этой, черной, потому что у тебя волосы-то белые сквозь нее. Слушай, классная вообще. И тебе подходит сегодня она? Что интересно скажут мои девочки и мальчики с моего окна? Наташа. Классно. Гузаль, смотри-ка, как на шляпке. А сколько она стоит? Слушай, вот такую шляпку, нет? Вообще классно, да. Да. Она лучше всех тебе. Ее можно только черной. Ну и что? Гузаль, вот тебе больше поля, когда вот провисают вот такие. Более женственно, что ли, как там тебе смотрятся. И круглые поля, когда вот так вот волной. Так, Гузаль. На горы ездить хорошо. Ну вот тоже, да, на летний такой вариант. Тебе не мешают поля? Видно все нормально? Я их замечаю, но они не мешают. Так, звезды, звезды идут. Все, выбор сделан. И как всегда, да, это была последняя шляпа. Уже мы надежду потеряли. И Наташа взяла, говорит, эту что ли померить. И она подошла просто идеально. Да. И она причем сделана, дай-ка я покажу. Вот тут вот кожаные ремешки и такие карабинчики сделаны. Она соломенная такая и не черная. И такой ковбойский у нее как бы стиль получается. Классно. 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 Да, сколько у нее цена? Это неизвестный бренд. Да. Никакой. Ну вот с налогом где-то 16, 15,5 и 16 долларов будет. Квасно. Та-дам. Ну все, память о Питовуме будет сохранена. Там вот там еще красавица с ценой идет. А это наша красавица выбрала такую шляпку. Да. Цена впереди. Нет, я еще ее буду дорабатывать. Да. Ее можно многими видами. С цветочками с чем-нибудь. Красотка. Вообще очень хорошо. И вот так ее можно носить, да. Вообще. Видите, я тоже так нарядую. Ну и к сумке подошел. Поверни Гузаль сумку. Вот. Она тоже с коричневым, с таким. Классно. Просто классно. Ножки покажу на каблучках. Класс. Ведь бренд, да. Но сейчас на то же цену. Посмотрите, цена такая же. Где-то 15,5 и 16 долларов. Супер. Я не поняла, что это за... Наташа. Короче, мировойщица Наташа показывает, что она купила. Не может пройти. Урвала. Не может. Купила себе кофточку. Она очень такая. Она трогаешь, очень приятно. Вообще она классная. Флорен. Стоит она 49, а была она 98. Шелковая просто. Ну и шляпку. Да. Я сейчас это все куплю, одену, и Оля меня снимет в этом. И все. Ну все, до встречи. А довольная. Ну как на тебя рубашка-то? Полный отпад. Ну все, полный отпад вообще. Переоделась прям в магазине. Да. Все оплатила, переоделась в магазине. Классно. В этом сезоне, да. В этом сезоне в цветочек, видимо, мода идет. И красная, говорят. Да. И главное, твой размер вообще. Все закрыло. И тут разрезики вот такие. И в ней прямо тело, да, приятно. Ну я имею в виду удлиненное. Я люблю вообще, когда удлиненное. У меня тоже эта футболка. Отлично. Ты как манекен, Наташа. Ты так вписалась в эти вещи все. Это все из пяталомы. Да. Вы же каждый раз носите и вспоминать. Я буду одевать и говорю, джинька. Да. Да. И тебе, знаешь, еще все очень хорошо подошло. Вот сумка, вот коричневый ремешок на шляпе. И джинсы к кофте. Короче, вообще. Сейчас девочки мальчики у меня напишут что-нибудь. Конечно. Сейчас в зале еще у нас нарисуются. Потому что у нас с тобой девочки и мальчики, они и те же. Да. Да, да, да. У меня батарейка заканчивается. Я вас сейчас сниму. Сейчас такие красотки. Такая шляпка тоже показывала. Покажи лайку, которую ты купила. А, вот эту, да? Ну вот поярче, не черное, что-то ты выбрала. Отговорили меня от черного. Ну правильно, правильно. Ну мне надо. Отлично. Нет, чтобы черное не начинать. Классно. Ну все, девочки, поехали. Она вся растерялась, потому что она без шляпы. Не говори. Без шляпы. Ничего, мы сейчас тебе дадим. Людочка к нам приехала, мы сейчас пойдем. У тебя что, сумка, да? Джуиси Кутюром. Зато у тебя сумка Джуиси Кутюром. Ну все, девочки, пойдемте. Open door. Open door, please. О, мой гад. Она меня, конечно, так поймала, что вообще. Мне понравилось, как ты сказала. Скажи, это же не Google. Вот так вот ты подошла, вот так подошла и сказала. Open door. А я там заливаюсь, сижу. А я заливаюсь там. Ой, я могу. А потом я тебя внизу-то и увидела. Как ты там сидишь. Как предатель. Так, девочек, сначала тоже вопрос. Стол обошелся в 45 долларов. Да, потому что я хочу показать, что сколько стоит в Америке стол. Ну вот такой вот организовать. Так, пицца это не в счет. Просто обещала сегодня за весь день, как бы, во сколько обойдется вообще стол. Ну в Америке для ленивой женщины, это для меня, ну которая ничего не готовила. Оленька показывает стол для ленивой женщины. Да, курицу купила. Так, соват тут. Вот так. Да, ну если не хочешь готовить, да, чтобы не стоять весь день, я вот так вот просто покажу две бутылки. Зильфингер, да, Наташа? А вот три, пожалуйста, Миша. Это будет так. Все уже, девчонки. Гузань спрашивает, телефон не намочится? Это пульт управления в джакузи? Все понятно. Ну так, это у нас начало. Раз, два, три. Отлично. Еще вечером. Маленькие сюжетики, все. Заля, где у тебя купальник-то? Юбка-то. Мы что-то не видим. А где юбка-то у тебя? Купальник-то? А-а-а. О-о-о-о. Красота. Стерушки. А он с... Такие. Господи, какая красота. Я такой пауку натошил. Да, да, да. Классный купальник. Я за Uh initially пришёл. К-к��-крадрррррррррррррррррр? Крикширон. А-а рррррррррррррррррррррррррррросанта. И м-м-м-м-м İs-м-мес dь-с-м Craft?